Ночного пожара, в котором сгорает дотла единственная церковь в селе Рожнова под Ивано-Франковском. Подожгли неизвестные приходы на Украине и уничтожают десятками разных способов. Обыски широким фронтом, едва ли не по всем храмам канонической украинской церкви. Государство, по сути, объявило им войну. Уголовное дело возбуждено по статье нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности или отношения к религии. Священников, вот они сегодня у входа в здание СБУ в Ровно, вызывают на допросы целыми епархиями. Потрошат алтари. Это иначе чем богохульством и назвать нельзя. Следы выдуманного преступления ищут даже в детских вещах. Сын пришел из школы, и они обыскали его портфель. Ничего, конечно, там не обнаружили. Обвиняют священнослужителей в государственной измене. За улики выдают любые, вполне безобидные носители информации. Ну, там такие флешки, там, калятки, там, церковные концерты. Атаки со всех сторон. Полицейские, налоговые, юридические. Почаевскую лавру, одну из главных православных святынь, намерены у церкви отобрать. Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом. Все это будет передано Министерству культуры. Фактически, рейдерский захват признают даже на Украине. Минкульт проводит инвентаризацию в Киево-Пещерской лавре. И все эти действия, как подготовка для того, чтобы забрать эти великие святыни мирового православия и передать их незаконным способом в новосознаваемую церковь. Это рейдерство на государственном уровне. Альтернативной церкви еще даже и нет, а дату архиерейского собора, своеобразного учредительного съезда, уже назначили. 15 декабря сегодня объявил Порошенко. Хотя к религии не должен иметь никакого отношения. Церковь на Украине отделена от государства. Я очень рад обнародовать дату объединительного собора, который должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине. Он утвердит ее устав, изберет предстоятеля. Вот он, проект устава на греческом. И из него следует, что предполагаемая церковь будет целиком и полностью подчинена Стамбулу. Управлять ей станет не патриарх, а митрополит. Прямо указано в одном из пунктов. Никакой вожделенной автокефалии, то есть полной самостоятельности, о которой так долго говорили украинские власти, просто не предвидится, если исходить из того, что было опубликовано в качестве выдержек из устава, который, обращаю ваше внимание, был написан в Турции. Новая украинская церковь не сможет самостоятельно канонизировать святых и производить миро, специальное вещество для освящения храмов и миропомазания. Это бизнес Константинопольского патриархата. Собор, который намечается, объединитель, так называемый собор, собственно говоря, а кого объединять-то там? Там одни раскольники. Нашей церкви там нет. Украинская церковь Московского патриархата всеми этими важными правами обладает, но Порошенко, автор и вдохновитель раскола, намеренно загоняет паству в Стамбульское ермо. Это действительно раздирание Ризы Христовой. Это, безусловно, это тупик, так? В плане политическом противостоянию, безусловно. Военное положение в стране вообще предполагает быструю расправу со всеми неугодными. Украинские власти умело нагнетают истерию. В Чернигове добровольцы плетут маскировочные сети для армии. В Черкассах полиция устраивает облавы на уклонистов. В Виннице призывают людей из резерва, тех, что уже давным-давно в запасе. А Одессу по всему периметру окружили вот такими бронетранспортерами. Обстановка в стране накаляется. Продолжение следует...